Политика, скандалы, свежие новости. В начале главном. Погнали! Самолет российской авиакомпании «Глобус», следовавший из Италии в Российскую Федерацию, 7 августа получил разрешение на использование воздушного пространства Украины. Об этом сообщил Украэро Ух на странице в Фейсбуке. 7 августа 2019 года пилот воздушного судна российской авиакомпании «Глобус» «Боинг-738», выполняющий рейс из города Бори, Италия в город Москва Российской Федерации, в связи с обходом активного грузовой деятельности, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от Украэро Центра в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра, говорится в сообщении. В Украэро Ухе отметили, что руководство решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года законодательным и нормативно-правовым актом Украины в области авиации и в сфере использования воздушного пространства, придерживаясь стандартам. Также действия персонала в случае необходимости входа воздушным суднам опасных метеоявлений, предусмотрены в соглашении между органами обслуживания воздушных движений Украины, Словакии и других соседних стран. Мы действовали в рамках международного стандарта и рекомендуемой практики и решением Совета по безопасности полетов для безопасности воздушного движения и избежения аварийной ситуации во время полета. Для Украэро Уха, как для национального провайдера аэронавигационного обслуживания, безопасности полета воздушных судов в воздушном пространстве Украины, остается в приоритете, отметил руководство Украэроуха Александр Доценко. В сообщении также отмечают, что в случаях обхода опасных метеоявлений, если обход без входа в воздушное пространство Украины, может провести к аварийной ситуации с воздушным судном. Воздушные судны, включая и те, которые зарегистрированы в Российской Федерации, могут быть разрешены в вход в воздушное пространство Украины. Боинь-738 вошел в украинское воздушное пространство в 15.07 через навигационную точку. На эшелоне FL-370 вышел в 15.30 через навигационную точку Эмири. На эшелоне FL-370 добавил Украэроух. Также на странице компании обнародовали спутниковое изображение в инфокрасном спектре мощной конвективной обочной опасности над Украиной, Польшей и Белоруссией по состоянию на 17.45.07.08.2019. Данные спутника Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников. Отметим, что Украина полностью закрыла небо для российских самолетов в ноябре 2015 года. Ранее сообщалось, что Украина закрыла небо вблизи Крыма. Опасная для гражданской авиации зона полета установлена из ракетной стрельбы. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима. Продолжение следует...